здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами поработаем над этюдом смородины вот и я покажу вам как подобный этюд делается в живой технике акварели и непосредственно как вот я иду когда пишу но без подготовительного рисунка в данном случае вы видите вот у меня веточку акварели то есть веточку смородины которая есть передо мной и я буду рассказывать что и как я делаю в тех условиях когда я понимаю что я всю ветку целиком не прорисую но сделаю какой-то ее фрагмент и постараюсь передать то ощущение и очарование которое она придает художнику и дает творческое вдохновение прежде всего я взял желто-зеленый цвет этим цветом я как раз сейчас прорабатываю основные веточки которые у меня будут изображены и которые будут вот они светло-желто-зеленые и чтобы мне их потом не перекрывать а только уже обнимать темным цветом или ягод или зелени другой я именно в начале намечаю ее эту вот ветку и листочки которые рядом с ней есть поэтому сейчас работаю изумрудную зеленую взял кадмии желтый и намечаю прежде всего рисунок самых светлых пятен которые есть в этой ветке то есть я пытаюсь сейчас прорисовать прежде всего характерный силуэт листочка хотя бы один листочек чтобы у меня был такой достаточно четкий понятный и запоминающийся вот стараясь наметить его вы это можете делать и с подготовительным карандашным рисунком в данном случае я иду без него чтобы показать вам именно как подобные вещи делаются быстро и что творится в голове у художника когда он подобные вещи пишет вот прежде всего то есть я прорабатываю самые светлые листочки которые являются яркими и которые у меня будут очень мало изменяться будут только корректироваться силуэтом уже тех темных пятен которые будут их окружать и будут подчеркивать их красоту рисунка поэтому вот я сейчас работаю над ним один листочек у него здесь такой желтенький маленький пара веточек еще один лист желтый зеленый тоже на который падает свет здесь не идет задачи полностью все прорисовать но сделать достаточно детально хотя бы какую-то часть характерную очень и она уже будет брать на себя весь акцент внимание зрителя и будет делать понятным ради чего вообще весь этюд затевался вот это вот я считаю такой важный элемент который нужно обязательно обозначить и показать вам как же то есть вот они делаются художниками когда они уже имеют некоторый опыт вот сейчас я беру темный листочек который на который свет не попадает он изогнулся в характере вот так еще пару может быть веточек здесь небольших намечу на которых ягодки висят может быть до них даже и не дойдет дело вот ну в целом вот так дальше веточку светло-коричневую видите я очень внимательно обхожу силуэт оставляя даже светлую где-то каемочку световую чтобы был понятен контражер вот здесь светло-зеленый росточек отходит пусть он там и останется дальше еще светло-коричневый который потом может быть потом где-то усилен в тоне для подчеркнутого падающего света и теней соответственно тоже сейчас дам теневой листочек тоже на который свет попадает мало он потому что изогнул но он слегка еще светится но потемнее вот здесь у нас уже часть подсохла мы сейчас по ней пройдемся как раз покажем этот листок сверху потом где нам будет нужно мы границу света и тени у этого листа подчеркнем поактивней сделаем ее более понятной и резкой но пока она у нас вот слегка размытая получается так как здесь еще есть не высохшая часть акварели вот и получается у нас вот такой вот листок далее мы с вами наметим красные ягоды это важно и мы конечно же будем оставлять блечки лечки у нас здесь есть и достаточное количество поэтому отнесемся к этому аккуратно блики оставляем то у нас идет некоторое количество ягод вот что очень важно еще вам напомнить в данном случае то что мы не знаем сколько мы успеем ягод прописать то есть когда у нас скажем есть подобный этюд но мы стараемся сделать какой-то определенный композиционный центр который поможет нам даже если этюд будет не до конца прописан то есть даже если мы сделаем не так много ягод как хотели бы но он все равно будет смотреться завершенным художественным произведением это конечно очень важный момент вот здесь сейчас видно что еще нужно где-то прогреть желтый стебелечек желто-зеленый его не хватает явно не касаясь ягодки немножко коснулся ну ладно ничего это не так страшно вот выводим сюда делаем еще здесь несколько стебелечков прописали далее посмотрите беру кадмий красный кадмий оранжевый и в те не высохшие ягоды еще где-то пускаю отчасти тон темный пускай его именно ближе к блику чтобы он плавно растекался а здесь у нас оставалась светящаяся часть то же самое вот здесь делаю где-то у нас здесь крапла где-то даже фиолетовый может присутствовать немного фиолетоватый тон потому что некоторые ягоды чуть менее освещены другие чуть больше но они все равно светятся потому что сквозь них проходит свет и на внутренней части ягоды он отражается и светится и вот поэтому мы их сейчас вот так вот сейчас уже обозначили дальше опять тем же образом мы намечаем другие ягодки потом мы еще к ним можем вернуться тем которые писали прописать их чуть подробнее а пока у нас вот идет работа над составлением нашей грозди вот этих вот смородиновых красных красных ягодок и мы в быстром темпе намечаем ягодки после того как это высохнет мы уже можем наметить и падающие тени и листочки вокруг зеленые подвести к ним но главное что у нас уже будут прописаны ягодки с которыми мы сможем работать вот прописываю, оставляю блечок пока еще ягодка не высохла пускаю где-то частично в нее темный тон вокруг блечка здесь вот даже еще не подвел гроздь с желто-зеленой веточкой но уже прописываю ягодки по данному мотиву опять же как уже сказал ближе к блечку чуть больше добавляю добавляю темненького то есть так используя эффект по сырому у нас получается плавная растяжка от светлого к темному и получается что у нас и рефлекс и часть часть какая-то внутри ягоды светится они конечно все не одинаковые у нас вот где-то уже ягодка подсохла можно отжимать кисточку руками пальчиками ну постепенно у нас складывается некоторое количество вот этих вот замечательных волшебных вкусных и богатых витаминов С и ягод но опять же говорю что вот я вначале намечаю жиденько чтоб мне потом оставалось куда пустить темный тон это вот конечно момент важен и здесь как вы видите у нас не все залито по сырому не все ягоды то есть вот сразу большими объемами даны а мы их прописываем постепенно набираем некоторое количество понимая что мы еще здесь пустим и темно-зеленые листочки под ними но сейчас нам нужно набрать их некоторое количество что вот мы сейчас и делаем и так же как вот прописал и тут же где-то темный тон ввел красный где-то фиолетоватый где-то красненький именно в связи с тем что они по разной степени освещенности у нас идут некоторые ягоды здесь у нас под листочком глубоко в тени идут здесь здесь несколько темнее их беру даже где-то вот прямо красным а не темным еще намечаю на них вот эти вот черные тычинки которые которые у них характерные смородины смотрятся которые делают смородину узнаваемой чтобы просто чисто даже графически они у нас уже были понятно где они находятся вот вот такой быстрый этюд вот здесь у нас ягоды чуть более освещенные здесь я возьму красный посветлее с большим присутствием оранжевого и это будет в плюс потому что будет видно что ягоды разные они по-разному светятся несмотря на то что на одной веточке растут зато будет разница в них а это очень важно потому что чем как и в букете с цветами чем более разнообразные цветы есть тем живее смотрится весь букет что они не монотонно прорисованы а именно даны живо с изучением и вниманием вот такой прием в общем то вам многие художники могут об этом рассказать и показать но моя задача именно это не упустить а сакцентировать на этом ваше внимание чтобы вы когда будете рисовать или писать ягоды а также и цветы может быть пользуясь нашими уроками всегда об этом помнили и конечно же применяли в своих живописных техниках вот видите я вначале прописал потом вокруг блика темненьким прошелся и этот темный у нас пока еще и бумага не высохла разбегается вот такой пример веточки далее далее у нас идет момент уже более интересный потому что у нас там есть зеленый листочек пока пока у нас высыхает вот здесь можно где-то подобрать color но уже видно что там подсохло вот сейчас я желто-зеленым тоном пройдусь по краю листа и как раз здесь мы можем оставить некоторые моменты проживок которые светятся то есть не полностью прокрываем лист у нас будет некоторый такой элемент свечение листа что очень важно и эффектно смотрится в живописи дальше так чуть-чуть изумрудочки возьму и слегка пройдусь по некоторым теням от прожилок в листе который у нас виден с обратной стороны вот эти прожилочки я где-то слегка чуть-чуть вот эти наметим дальше темные листочки чуть больше изумрудки сиена сжженой возьмем сейчас еще и сейчас мы будем прописывать ту листву которая под ягодами внимательно обходя ягодки силуэт листа светлого вот этого как я уже вам говорил вначале мы светлый пропишем лист а уже потом под ним темный ягоды уже к этому времени подсохли вот где-то здесь оставляю специально место под стебелечек желто-зеленый даже если не успел его наметить вот это то что нам очень важно и нужно показать в данном этюде пока еще падающих теней на плоскости стола мы не показываем но зато мы уже темным зеленоватым тоном и на плоскости стола Обходим ягоды, обходим светлый стебелек и тем самым выражаем контраст, который нам очень нужен для того, чтобы у нас появился в работе свет. И он постепенно у нас начнет работать. Вот такой вот элемент. Где-то здесь немножко его покажем. Всегда кисточку, если что, отжимайте, чтобы убрать лишнее количество влаги и краски. Я сейчас работаю кисточкой синтетической, не беличьей. Она мне, в общем-то, нравится, она вполне подходит для того, чтобы создавать подобные этюдные рабочие вещи. Сейчас сиену возьму, потемнее, покажу некоторую тень на веточке самой, темно-коричневой, то есть светло-коричневой. Вот эти вот тени падающие и где-то нужно уже обозначать, чтобы было видно, что у нас где-то есть свет, а где-то есть тень. Ну, опять же, где свет нам нужно оставить, вот где есть силуэты светлых стебельков, их нужно, конечно, показывать. Вот, свет, тень, свет, тень, свет, тень. И, соответственно, благодаря этому у нас появляется какой-то живописный, красивый момент. Сейчас еще мы вот отсюда еще одну веточку выведем. И покажем ее. Она у нас немножко зайдет вот под этот листочек, чтобы было понятно, что от нее тень падает. Вот, быстро ее наметили, она еще пока не высохла, как вы видите. И я в нее по-сырому могу вплавлять тени. А здесь вот я в часть листа, которая более освещенная, я как раз добавлю больше желто-зеленых оттенков. Таким образом у нас получается растяжка от темного к светлому. Лис начинает играть. И где-то мы как раз вот эту вот растяжечку можем усилить. Направить, показать направление прожилочек слегка. Вот. В общем-то, подобный эффект тогда получается более естественным. Здесь чуть притенем. Где-то покажем тень от ягод на листе. То есть вот падающие тени, конечно, в данном случае, они нам очень важны при боковом освещении. То есть у нас сейчас освещена веточка смородины, как в голландском датюрморте. Боковое освещение, оно лучше всего подчеркивает объем. Вот так вот и получается. Сейчас я возьму кисть чуть пошире, чуть побольше. Так, да вот, наверное, даже вот эту вот кисточку возьму. Сейчас с помощью, так как свет у нас рассеянный из окна холодный, тени теплые, они охристые. Вот сейчас охристыми тенями, в данном случае сейчас я поработаю сиен. Мы как раз эти тени легкие наметим от ягод. Видите, я их вначале намечаю очень легко. Тон не сильный, чтобы показать растяжку, чтобы вплавить в нее цвет еще другой. Направленный, то есть тени, падающие от ягод на лист бумаги. Вот они у нас идут. Тепленькие они идут. Но граница света и тени холодная. Поэтому и холодные тона там тоже будут присутствовать. Обязательно будут они там присутствовать. Как вы видите, я работаю достаточно быстро. Это к тому, чтобы успевать где-то в определенные кусочки вот этой падающей тени. Вписывайте еще более темные тона. Скажем, я сиену взял и в нее немножко ультрамариночка добавил. И чуть-чуть вообще потемнее сделал тон. И сейчас вот этим тоном ультрамарино и сиены пройдусь по падающим теням под листом. И разгоню этот тон. Чтобы он не был таким резким. Вот так вот кисточкой разогнал. Увел. И то же самое здесь вот. Где-то эту падающую тень нужно сделать немножечко поактивнее. Под ягодами. Особенно эффектно сейчас это будет смотреться, когда мы начнем прописывать дальше ягодки. Они у нас будут смотреться более живыми. Потому что мы в них усилим тон. Тень, соответственно, станет у нас падающая от ягод слегка полегче. Тавтология такая слегка полегче. Ну и эффект будет лучше. Немножко еще проработки падающих теней. Внутри. Чуть-чуть усилим падающую тень от веточки и от листов. Также ее разгоняем с водичкой. Сейчас берем кисть потоньше. Изумрудную зеленую. Сиену натуральную. Сиену жженую. И пропишем еще раз тени. Еще раз вот эти тенюшечки темные внутри, там где лист у нас в тени зеленый, под гроздью смородины. Мы сделаем его темнее. Но опять же не везде, а только где нам нужно, чтобы у нас вот это вот свечение ягод, оно сохранялось. Кровистая. Тенюшечки темные. Тенюшечки. Еще немножко этого листочка под ягодками. дальше тени на самых стволах вот этих вот на веточках на которых эти ягодки висят тоже сейчас уже придадим где-то собственную тонкой кисточкой так сделали этот элемент сейчас где-то еще обозначим некоторые моменты в графике листьев зеленых где нужно темную часть подчеркивать мы ее вот как раз сейчас слегка но подчеркиваем что ее нужно выделить так как там свет все-таки скользящий идет боковой то он будет отображать вот эту вот фактуру внутреннюю листа где-то ее нужно сделать характерной и похожей вот так и Вот так вот. 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 Вот внутри ягод есть. Вот так вот. 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 Вот так вот.